МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До наступления нового 2020 года осталось менее 12 дней. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете. О планах окружных властей на предстоящий год глава региона сообщил накануне по окончании сессии регионального парламента. Кроме того, губернатор рассказал о том, какая работа была проведена региональной администрацией в течение 2019 года в части поиска инвесторов. В окружном календаре появится еще одна особая дата – день ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов. Ее будут отмечать 1 июля. 15 жителей региона удостоены государственных наград Российской Федерации. Еще 10 человек отмечены наградами регионального значения. Это работники здравоохранения и просвещения агропромышленного комплекса и энергетической отрасли. Сердце сердцу весть подает. Под таким названием в Ненецком краеведческом музее открылась выставка, посвященная празднованию Нового года и Рождества. Об этих и других событиях в ближайшие 20 минут. Глава государства Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. Этого события ежегодно ждут журналисты, ведь попав на мероприятие, у каждого появляется уникальный шанс задать свой вопрос. Для этого участники пресс-конференции готовятся основательно, вплоть до того, что приносят с собой музыкальные инструменты. Однако пройти в зал с дуделками и пищалками для привлечения внимания нельзя. Поэтому каждый придумывает, чем и как привлечь внимание президента. О закулисье пресс-конференции и вопросах, которые волнуют регионы, расскажет Мария Владимирова. Эта пресс-конференция главы государства Владимира Путина уже 15-я по счету. На нее аккредитовано рекордное число журналистов около 2000 человек. У каждого заглотовлено не по одному вопросу, следовательно, несколько тысяч вопросов для главы государства. Понятно, что в рамках отведенного времени на пресс-конференцию ответить на все он не сможет. Поэтому до начала мероприятия журналисты друг у друга берут интервью и спрашивают, что волнует конкретные регионы, с какими вопросами приехали сюда. За кулисьей пресс-конференции похоже на одну большую съемочную площадку. Журналисты борются за каждый свободный сантиметр павильона Центра международной торговли для записи интервью, выискивая интересные плакаты или необычные костюмы. Александра Шеломцева из Нижнего Новгорода пришла с елкой. Ее вопрос касается оформления разрешения на вырубку ели к Новому году через сайт Госуслуги. Чтобы сделать это сегодня, нужно потратить как минимум один рабочий день. Все делается в рабочее время, в будни. И ты... Я делала так в том году, действительно потратила около шести или семи часов. Можно ли как-то упростить этот процесс? Вот такой у меня вопрос. А вот уфимские коллеги придумали для президента не один вопрос. От такого, есть ли у главы государства двойник до более серьезных. Увеличение строительства в России центров для онкобольных. В частности, речь идет о центрах ядерной медицины. Сейчас в стране таких чуть более десяти. Первый вопрос касательно ядерных центров, центров ядерной медицины. Их в России не так много. Один из центров есть в Уфе. Но очень трудно туда попасть, потому что из соседних регионов приезжают люди и тоже встают в очередь в центры наши. И вот хотелось бы узнать, как на федеральном уровне будут оказывать поддержку, может, в рамках нашего проекта. Тема медицины и образования, поддержки семей и людей высокого возраста, а также экологии – одни из ключевых. О мусорной реформе свой вопрос подготовили наши коллеги из Архангельска. Мы будем надеяться, что вопросы и так будут решаться, несмотря на то, что вопросы из нашего северо-западного федерального округа только Ленинградская область сумела задать тоже, кстати, как раз про экологию. Но, тем не менее, будем надеяться, что у нас все будет решаться. Уже решается, и в Ренмаре тем более. В центре внимания и предстоящий юбилей победы в Великой Отечественной войне. Вопрос по этой же теме и у журналиста из Ненецкого округа Ольги Крупенье. Задать его главе государства не удалось. Однако в интервью нашему каналу корреспондент газеты «Медведь Заполярье» рассказала, что вопрос касался изменений критериев законопроекта, который глава государства внес в Госдуму об учреждении звания «Город трудовой славы». Посмотрев условия и критерии, по которым выбираются теперь города трудовой славы, мы поняли, что наши маленькие северные города, в том числе и Ненецкий округ, не подпадают под эти критерии. А, конечно, это обидно, потому что мы понимаем, что Север внес ничуть не меньший вклад в дело победы. Это даже Ненецкий округ, это и лесозавод, и рыба, которая шла на фронт, и оленина, и оленотранспортные батальоны, и сонят капитана Тарасова. Конференция, которая длилась в этом году более четырех часов, и это рекорд, удалось задать 77 вопросов. В целом же, отмечают в кулуарах журналисты, итогом ежегодной пресс-конференции они довольны. Мария Владимирова, Владислав Носкин, телеканал «Север Москва». Губернатор округа Александр Цибульский подтвердил намерение окружных властей начать строительство в следующем году школы-садов поселке Нельминос, завершить строительство школы номер три в Нарьинмаре и начать образовательный процесс в уже построенной новой школе в Индиге. Кроме того, Александр Цибульский заявил о том, что в 2020 году планируется построить фельдшерско-акушерские пункты в девяти селах региона. О планах окружных властей на предстоящий год глава региона сообщил накануне по окончании сессии регионального парламента. Кроме того, губернатор рассказал о том, какая работа была проведена региональной администрацией в течение 2019 года в части поиска инвесторов для реализации на территории Ненецкого округа крупных инфраструктурных проектов и привлечения в бюджет округа федеральных средств. Я когда приехал в регион, помню, был такой проект «Порт Индига», я, честно говоря, мне казалось, это такое очень важное прорывное направление экономики округа потенциально, но не понимал, почему с таким скепсисом все относятся к этой идее. Потом понял, да, потому что, оказывается, уже 40-х годов все обсуждают строительство «Порта Индига» и все время это остается в виде, значит, незавершенных, незавершенной идеи. Хочу вам доложить, что в этом году я поменял подход. На самом деле, я за два года прошел практически всех людей, кто в нашей стране способен построить объект такого размера. Рассказывал, объяснял. Действительно, сегодня, пожалуй, все сошлись во мнении, что Индига – это такой краеугольный камень с точки зрения выхода на северный морской путь. И сегодня я вам хочу доложить, уже есть реальный инвестор, который, и вы об этом знаете, корпорация «Айон», во главе этого холдинга инвесторов, которые уже вложили первые 60 миллионов в доработку проектно-смертной документации. И в первые уже обследования территории сейчас уже консолидировали еще 200 миллионов рублей на следующий год. И, по-разному, уже выходят к проектно-смертным работам и будут выходить уже на территорию. То есть в следующем году мы увидим их уже реально работать. Вообще, этот проект получает абсолютно практические границы, практическую окраску. Кроме того, губернатор сообщил о привлечении порядка 5 миллиардов рублей из федерального бюджета на реконструкцию аэропортов в Амдерме и на Ринмаре. Еще 2 миллиарда рублей в этом году федеральные власти направили на продолжение строительства дороги на Ринмар-Усинск. Эти средства мы получаем на условиях своевременного выполнения ранее заявленных планов по строительству дороги, добавил губернатор. Александр Цибульский затронул также вопросы жилищного строительства на территории округа. Я думаю, что вы все видите, что объекты строятся. Несмотря на ту критику, которую на вас сказали, мы действительно просили подрядчиков многих завершить строительство полностью до конца этого года. Но хочу всем еще раз сказать, это были наши просьбы к подрядчикам, реальные контракты с подрядчиками двухлетних. И я и убеждал в конце прошлого года, и продолжаю это делать. По итогам этого года, что цикл строительства на Крайнем Севере с учетом нашей логистики составляет 2 года. И заставляет нас делать за год то, что нереально, мы не можем. И в этом году даже, ну, уже идем вплоть до отказа подписания соглашений, поскольку, ну, на практике поняли, что мы не можем переварить за один год такой объем строительства. Тем не менее, большая часть объектов находится в высокой стадии готовности, и некоторые из них, в общем, будут сданы. И за это огромное спасибо подрядчикам, которые к этому подошли таким образом, и, по сути, ударным трудом нам сделали пятилетку за два года. По словам главы региона, работа администрации Ненецкого округа по итогам уходящего года была признана эффективной президентом России и правительством Российской Федерации. По оценке эффективности деятельности высших должностных лиц, субъектов федерации и деятельности региональных органов исполнительной власти, Ненецкий округ занял 14 место, за что регион получил федеральный грант в размере 332,5 миллионов рублей на реализацию проектов социально-экономического развития региона. В заключении Александр Цибульский отметил, что в соответствии с уставом Ненецкого округа в марте он представит парламентариям подробный доклад о своей деятельности и деятельности администрации Ненецкого округа за 2019 год. В Ненецком округе с начала 2019 года 14 жителей региона нарушили двухнедельный срок перерегистрации гражданского оружия при смене места жительства. Данные факты инспекторы регионального центра лицензионно-разрешительной работы войск Национальной гвардии выявили в ходе проверок условий хранения оружия и других предметов вооружения. За несоблюдение действующего законодательства правонарушителей привлекли к административной ответственности, включающей штраф в размере до 3000 рублей. В соответствии с действующим законодательством гражданин Российской Федерации в двухнедельный срок со дня регистрации по новому месту жительства обязан обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии с заявлением о постановке на учет принадлежащего ему оружия. При этом необходимо предъявить паспорт, разрешение на оружие и фотографии. Кроме того, потребуется оплатить государственную пошлину. Если это сделать через интернет-портал Госуслуг, предоставляет скидка в размере 30%. Административная ответственность за несоблюдение указанного срока перерегистрации оружия включает штраф до 3000 рублей. Добавлю, получить подробную информацию можно по будням по телефону для справок 4-69-60. В окружном календаре появится еще одна особая дата. День ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов. Ее будут отмечать 1 июля. Соответствующие поправки приняты на 20-й сессии Собрания депутатов Ненецкого округа. Как отметил инициатор закона депутат Андрей Ружников, законодательное закрепление этого дня имеет большое значение для тех, кто защищал Родину в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Мы очень благодарны моим коллегам за законодательную власть, а также за поддержку губернатора Александру Витальевичу. И буквально сегодня я разошлю во все субъекты России наш принятый закон. И очень надеемся, что наши коллеги в других субъектах откликнутся и помогут принять эту дату. А дальше мы планируем уже выходить на федеральное собрание для того, чтобы узаконить уже 1 июля день ветеранов боевых действий на территории России. В настоящее время на территории Ненецкого округа проживает более 500 ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов, а также три семьи погибших участников боевых действий. На этой же сессии парламентария региона сразу в двух чтениях приняли поправки в закон о бесплатной юридической помощи. Речь идет об упрощении процесса подачи инвалидами необходимых для этого документов. До принятия изменений государственные и муниципальные услуги предоставлялись на основании сведений об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре. При этом инвалиду необходимо было предоставить документ, подтверждающий данный статус. Теперь при наличии соответствующих сведений в федеральном реестре предъявлять данный документ не требуется. В соответствии с нашими поправками люди с ограниченными возможностями, которые будут обращаться в госюрбюро за теми или иными услугами, они смогут воспользоваться услугами без предоставления документа на бумажном носителе этой справки, если данные сведения содержатся в едином федеральном реестре по инвалиду. Ну и вообще подчеркну, что собрание депутатов совместно с органами исполнительной власти, администрации проводят плановую работу по приведению законодательства окружного, в соответствии с федеральным, в той части, чтобы люди при предоставлении тех или иных услуг государственных и муниципальных не представляли эти справки бумажного носителя. В Нарьинмаре прошла торжественная церемония вручения государственных наград жителям Ненецкого округа с участием главы региона. Наград Российской Федерации удостоены 15 жителей округа. Это работники здравоохранения, просвещения, агропромышленного комплекса и энергетической отрасли. Еще 10 человек отмечены наградами регионального значения. За заслуги в укреплении Института семьи и воспитания детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Надежда Николаевна и Алексей Поликарпович Латышевы. Супруги живут в НИСИ, вместе они уже 27 лет, воспитали трех сыновей и дочь. Их семья является хранительницей крепких семейных традиций. С детства дети приучены к труду, дисциплине и взаимопомощи. В семье бережно сохраняется культура ненецкого народа, а обычаи и традиции бережно передаются из поколения в поколение. Медалью ордена «Родительская слава» удостоены также Вероника Ивановна и Федор Георгиевич Талеевы из Нарьинмара, которые воспитывают 11 детей. Жизнь семьи тесно связана с народным ненецким ансамблем «Хаяр» – «Солнце», где и познакомились родители. Дети с удовольствием изучают ненецкие песни и танцы, представляют зрителям вокально-хореографические зарисовки на стихи ненецких поэтов с элементами театрализации. Фельдчер поселка Нельминос Наталья Семяшкина удостоена почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения». Преподаватель детской школы искусств Галина Медведкова, музыкальный руководитель детского сада поселка Красная Марина Рассохина и директор Ненецкого краеведческого музея Елена Меньшакова получили из рук губернатора почетную грамоту президента Российской Федерации за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Благодарность президента Российской Федерации получили педагоги Ольга Горбунова, которая работает заместителем директора школы номер два в Нарьинмаре, преподаватель детской школы искусств Альбина Загитова, педагог телевисочной школы Владимир Паюсов и учитель ненецкого языка Ненецкой школы имени Антона Пырерки Матрёна Талеева. Благодарностью правительства Российской Федерации за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса и высокие трудовые достижения отмечен коллектив Акционерного общества мясопродукты. В ходе мероприятия губернатор также вручил ведомственные награды Министерства цифрового развития связей и массовых коммуникаций Российской Федерации и почетные награды регионального значения. Обращаясь к участникам торжественной церемонии, глава региона Александр Цибульский отметил неоценимый вклад каждого награжденного в развитие региона. Традиционно в конце года мы подводим его итоги личные и профессиональные. Я должен сказать, что именно из ваших успехов и складываются успехи нашего округа, успехи ваших профессиональных команд и благополучия ваших семей. Позвольте мне выразить вам искреннюю благодарность от лица президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, от лица жителей Ненецкого автономного округа, ну и от себя лично. Сердце сердцу весть подает. Под таким названием в Ненецком краеведческом музее открылась выставка, посвященная празднованию Нового года и Рождества. На выставке также представлены материалы из фондов Национального музея Республики Коми. Среди представленных экспонатов иконы, фотографии, елочные украшения, рождественские и новогодние открытки разных лет, предметы быта и многое другое. Название экспозиции пошло от названия первой рождественской открытки, выполненной в 1898 году известным мастером силуэтного рисунка Елизаветой Бем. История развития рождественского и новогоднего открытого письма стала второй сюжетной линией выставки. И дело в том, что сердце сердцу весь подает, такие слова были написаны на первой рождественской открытке, которая была выпущена в России. Это произошло в 1898 году. Вышла серия открыток в издательстве Святой Евгении в благотворительных целях серии из десяти открыток. И вот первая открытка как раз называлась вот этим не была вот эта надпись. То есть слов с Рождеством еще не было, но открытка была явно рождественская. Вот это вот сердце сердцу весь подает. У этого выражения есть предложение. Сердце сердцу весь подает и ждет ответа. Посетить выставку можно до конца января. Также можно заказать по ней занятия и узнать много интересного про приближающиеся праздники, Рождество Христово и Новый год. И вновь мы возвращаемся к проблеме бродячих животных. К нам в редакцию поступает множество просьб посвятить эту тему. На героя нашего сюжета напали собаки, но, как оказалось, не бесхозные. Хозяева, не найдя время на прогулки с питомцами, попросту выпускают их на самовыгул. Подробнее расскажет Наталья Кислякова. Сергей – ученик второго класса школы-поселка Искателей. На мальчика, который возвращался домой с учебы, напали собаки. К счастью, Сергей отделался испугом. Они бегали вокруг меня и гавкали. Одна собака подбежала совсем близко и хотела меня укусить. Но я махнул рукой. Она испугалась и отбежала. Когда она отбежала, остальные две собаки отбежали вместе с ней. Когда они ушли, я пошел домой. Я очень испугался. Причем Сергей знает хозяев этих собак. Они попросту находятся на самовыгуле. Такая тенденция растет с каждым годом. Социальные сети и информационные агентства пестрят новостями о летальных исходах после множественных укусов собак по всей России. Каждый год в городскую поликлинику обращается от 35 до 40 пострадавших, большая часть из которых – дети. С этой проблемой, которая есть в нашем округе, мы сталкиваемся еженедельно. Потому что к нам обращаются люди в связи с тем, что страдают на улице от бегающих собак, от неизвестных хозяев. Что дети, что взрослые. Мы оказываем помощь в поликлинике, а также оказываем круглосуточную помощь на приемном покое как взрослым, так и детям. Дело в том, что большинство собак, которые не привиты и беспризорные, могут быть переносчиками заболевания бешенства. А это, в общем, тащевато последствиями вплоть до смертельных. Добавлю. По статистике, за 2019 год по всей России пострадало от укуса животных 287 тысяч человек. Около 30% из них – дети. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует...